и снова здравствуйте уважаемые зрители нашего канала сегодня рассматриваем очень практичное зарядное устройство для литиевых аккумуляторов я много рассказывать о нем не буду у него есть подсветка есть три режима заряда есть кнопка выставлять силу тока 300 миллиампер 500 700 и тысячи миллиампер каждый аккумулятор он заряжает в отдельности здесь можно вставлять аккумуляторы непосредственно как не телеканмиевые так и литиевые кстати говоря их можно вставлять абсолютно разные взяли поставили нажали на кнопочку выбрали режим заряда первый режим чарга это когда аккумуляторы вставляешь и они банально начинают заряжаться fast test означает тестирование аккумуляторов на заряд то есть сколько миллиампер закачали в аккумуляторы следующий режим nord test этот режим позволяет посчитать миллиамперы на разряд аккумулятора также в этом устройстве присутствует функция измерение сопротивления аккумуляторов первый слот показывает 28 мр это и есть сопротивление аккумулятора и можно посмотреть каждый аккумулятор заряжается в отдельности вот второй аккумулятор здесь у меня fast test тестируется на емкости аккумулятор вольтаж написан сколько в него закачалось миллиампер продолжает заряжаться и здесь еще тикает время модель называется ли такала ли 500 и вот с обратной стороны мы можем посмотреть какие аккумуляторы мы можем заряжать и обратите внимание что можно зарядить никелеметалл гидридные и никелекадмиевые ну и само собой литиевые аккумуляторы но это еще не все ребята у этой штуки есть usb порт если мы его отключим то он работает как powerbank но я думаю объяснять не нужно если кому-то нужно будет краткий обзор в интернете найдете а вот могу приложить ссылку где я покупал его вот как powerbank он работает значит от сети отключаем и он входит в режим powerbank а как это все работает вот я его отключил от зарядки берем и включаем но вот например вот этот кулер usb единственная берет всего лишь один ампер то есть больше одного ампера он не выдаст также к этой зарядки изготовил вот такое устройство вентилятор от usb значит наверняка будут вопросы а для чего я здесь прикрутил вот этот преобразователь вот этот преобразователь это регулятор оборотов ну я так его так назвал значит на него можно подавать от 2 вольт до 24 вольт а выходное напряжение вот с помощью этого резистора вот видите резистор под винтик с помощью винтика можно его регулировать от 2 вольт до 28 вольт вот этот вентилятор я сейчас настроил примерно на 7 вольт я его таким вот образом ставлю это чтобы аккумуляторы не грелись вот если 300 и 500 миллиампер ну нагрева практически нет а вот если ставим на 700 или на 1000 миллиампер то происходит нагрев аккумуляторов аккумуляторы очень боятся нагрева поэтому даже при 500 миллиампер аккумуляторы теплые я сторонник правильной зарядки и считаю что аккумуляторы при зарядке не должны нагреваться поэтому они будут жить дольше кстати об этом устройстве это самое лучшее устройство в чем фишка этого устройства аккумуляторы здесь заряжается до 4,18 вольта а другие зарядные устройства гонят их до 4,25 то есть перезарядка происходит и аккумуляторы скажем так быстрее выходят из строя я выбирал это устройство не просто так изучил огромное количество зарядок это оказалось самое лучшее вот ну и вентилятор у меня потребляет сейчас вам покажу по ваттметру потребление составляет 2 миллиампера ссылку я тоже оставлю на этот мини драйвер очень полезная штука я заряжал аккумуляторы 1 2 3 4 канал значит вот они 1 2 3 4 канал непосредственно вот на этих аккумуляторах значит что интересное выяснилось в начале вот эти 33 36 41 31 это сопротивление аккумуляторов то есть первая зарядка при 500 миллиампер вот до такого количества миллиампер зарядились аккумуляторы непосредственно с магазина который я заказывал по паспорту они указывались 2,6 ампера ну примерно совпадает это был непосредственно фаст тест это сначала разряд а потом заряд и он на зарядный ток показывает количество миллиампер сколько смог закачать следующий тест я сделал норд тест он сначала их заряжает потом разряжает то есть здесь непосредственно в этом направлении количество скачаных миллиампер производится на скачку на разряд то есть в этом варианте это зарядное устройство фиксирует их на разряд и то есть у меня здесь добавилось от первой зарядки до второй зарядки аккумуляторы были абсолютно новые с магазина здесь добавила 122 миллиампер здесь 50 здесь 41 здесь 137 то есть в среднем я сплюсовал все эти значения разделил на 4 и у меня получилось в среднем 87 миллиампер было добавлено и значит следующий третий вариант тоже норд тест я снова их поставил в этом режим тоже 500 миллиампер и уже в третий раз у меня здесь уже от этого значения до этого получилось минус 16 миллиампер следующее плюс 15 миллиампер то есть увеличивается емкость здесь плюс 4 а здесь минус 28 поэтому для литиевых как многие считают что при первой же зарядке он набирает емкость это не так раскачка аккумулятора существует даже у литиевых хотя считается что у литиевых раскачка не обязательно то есть показывает емкость всю с заново вот например никели кадмиевые никели металл гидридные их нужно раскачивать установил снова 4 новых аккумулятора абсолютно новых из коробки и произведем еще раз замеры самого устройства зарядного и аккумуляторов фаст тестом заряжал 500 миллиамперами везде тут нолик забыл нарисовать значит что у меня получилось вот он аккумулятор у меня 1234 фаст тест то есть вот эти две ячейки это у нас означает что зарядное устройство у нас измеряет аккумуляторы на заряд то есть ставим тест и он их сначала разряжает а потом начинает заряжать аккумуляторы были абсолютно новые взяты с коробки которые пришли с алиэкспресс значит первая зарядка у меня везде показала 2,6 ампера ну и непосредственно эти аккумуляторы также числились 2,6 ампера значит но здесь у меня буквой r помечено это сопротивление так как это зарядное устройство вот видите 33 сопротивления с буковкой mr идет это сопротивление аккумулятора вот у каждого аккумулятора я пометил непосредственно сопротивление значит при первой зарядке у меня здесь было 31 r сопротивление а вот при второй зарядке уже было 32 там у следующего аккумулятора 29 здесь 31 то есть она здесь меняется и давайте посмотрим первый раз я заряжал было 60 миллиампер а в следующем этапе на зарядку было на 10 миллиампер больше в этом случае плюс 20 миллиампер здесь плюс 8 миллиампер а здесь уже был минус 1 миллиампер то есть можно сказать точно что эффекта памяти у литиевых аккумуляторов нет из первой зарядки они дают правильные значения ну там с небольшой градацией значит вот во втором случае сейчас я его уже на разряд поставил норд тест у этого зарядного устройства есть функция когда проверяется аккумулятор на разряд каждой ячейки здесь также аккумулятор также по и по пометил и вот на разряд у меня почему-то получилось почти на 100 миллиампер больше вот видите здесь 2.6 2.6 2.6 а тут уже 2.7 а то и 2.8 то есть примерно на 100 миллиампер получилось больше сначала подумал но не может быть такого что он на разряд аккумуляторы на 100 миллиампер больше ну то есть сверх единичной же получается ну так не бывает и скорее всего вот эти вот ближайшие 100 миллиампер получились то что при заряде аккумуляторы заряжается большим током вот в этих ячейках при этом номинале да то есть на заряд а когда они разряжаются видимо разряжаются очень маленьким током потому что ну сами посудите тепловую энергию уже куда-то надо сбрасывать поэтому разряд идет медленно а при зарядке происходит большим током заряд и часть электрической энергии тратится в тепловую энергию и она просто уходит непосредственно в окружающую среду вот и все элементарно и просто вот они где потерялись 100 миллиампер спасибо за внимание кому понравилось видео ставьте палец вверх не забывайте подписываться на канал вас еще ждет много интересного если у кого остались вопросы то пишите в комментариях по возможности постараюсь написать вам ответ